Зима в этом году разгулялась не на шутку. К моменту, когда начались ниже описанные события, метель не переставая мела уже дней пять. Мелкий такой мерзкий снежок, как манка, сыпал сплошной стеной. И вроде и не наступал в катастрофических масштабах. Но чуть только его разгребешь, он снова до окон наметет. Ну, мы-то не первый год здесь живем. У нас все необходимое в доме припасено. В нашем селе свои прелести жизни. До ближайшего магазина, как и до больницы, километров пять. И в такой буран особо не набегаешься. Да и делать там нечего, кроме как в эти самые магазины с больницами наведываться. Глушь дикая, интересная разве что каким-то этнографом. Об этнографе этому и пойдет дальше речь. В одно прекрасное утро, когда только встал с постели, мы сразу же включили свет и не гасили его до следующего отхода ко сну, зазвонил телефон. Звонили из какого-то университета или музея, или музея при университете. И спрашивали, а не будем ли мы их столь любезны приютить на пару недель их профессора этнографии с его ассистентом? Откуда у них наш номер? А это им в нашем дорогом сельсовете под Сибири. В сельсовете знают, что у нас второй дом пустой стоит, а мы его зазря топим. А этнограф, он старичок не вредный, места много не занимает. И нет, не может он летом приехать, ему важна зимняя мистерия и сельский колорит. Ну, важны, так пусть приезжает. Вот только как он доедет в такую метель, и откуда материалы черпать будет? Если жители старше шестидесяти тут давно вымерли, а младше шестидесяти, но старше сорока выехали на зиму. Ну, это уже не наша забота. Приехал одного раз спустя дня три или четыре. Старичок действительно не вредный и место мало занимающий. Видимо, был в молодости худой и невысокий, а старость сушила его до полутораметрового сучка с лицом светло-древесного цвета, закутанного в многочисленные кофты и пальто. А вот ассистентом оказалось пышнотелое бабище с нездоровым богатырским румянцем во всю щеку и злыми колючими глазками за бастионом на Бухшевскую. Прибыли они поздним вечером, и эта баба, порыкивая басом, быстро загнала старичка в убранный по случаю дом и скрылась там же с двумя чемоданами. Зимой мы встаем поздно, потому что раньше темно и без толку. Но к десяти часам эта бабенция уже топталась у нас на кухне, копалась в холодильнике, рылась в посуде и рожу все время корчила, будто ею бомжей на свалке ковыряться приходится. Ну, очень мерзкая соня. И что она тут забыла, когда во втором доме тоже есть кухня? Хотя, наверное, они продуктов с собой не взяли, пусть роются, чего уж, в гости все-таки. Старичка же нигде не было видно. Отсыпается с дороги бедняга, понесла его нелегкая зимой в эту глушь. Градусник за окном показывает минус пятнадцать, и такой снегопад. А бабища какая-то совсем растяпа. Вот уже и одиннадцать, и двенадцать. Мы, обходя ее бочком, сделали себе бутерброды с чаем и пошли заниматься обычными вещами. А она все там копается. Я сперва предложила ей еще помощь, а то неудобно как-то перед гостей. Так она каким-то звенящим, язвительным голосом почти пропела. «Не надо, спасибо!» И снова моську свою скорчила. «Ну и пеньте в сраку, мне еще работать надо». Часов три начало темнеть. Из кухни к этому моменту начали раздаваться более-менее съедобные запахи. Наверное, профессор встал и навел порядок. Теперь нужно им рассказать, что здесь где, как передвигаться по заметенному селу, чтобы не случилось с ними какой беды. Но, заглянув на кухню, я обомлила. Первое, что я увидела, была сковорода. Самая большая сковорода, которая была у нас в доме. Теперь она, жутко заляпанная, стала вместилищем огромного омлета яиц на 20, которые ассистентка нашла в холодильнике. Там же лежала покрошенная целая палка копченой колбасы и даже, кажется, что-то из замороженных овощей. Старичка в комнате не было. Мобящая ассистентка сидела в горном одиночестве и наминала яичницу во все пять своих подбородков. Я даже сперва слегка оробела, но, видя ее сердитый и недоуменный взгляд, все же спросила, где профессор. И тут она мне отвечает, что Савелий Петрович, Никифор Борисович, Мстислав Титович, или как бишь его там, ушел еще в мать его за ноги и поперек в 9 утра. Тут я уже не сдержалась. Что, блядь, ушел в 9 ебаных утра, в метель и мороз, и его нет уже 6 часов, и она даже не потрудилась никому сказать. И, конечно, получила величаво презрительный ответ, что этот старый дурак, он исследователь, и нам, простым смертным, не понять его метущейся натуры. Но я уже, не обращая на нее внимание, натягивала теплые штаны и кофту поверх такого же, но домашнего комплекта, доставала теплую куртку и ушанку. Баба даже оторвалась от еды и подошла к дверям из кухни, что-то неодобрительное бормоча про планы Гермогена Домкраточа. Куда он пошел? Но бросилась я на нее чуть вниз с кулаками, и тогда она пожала плечами. В центр? Куда у вас тут еще ходить? На адреналине я пробежала, наверное, с целый километр, а потом вдруг поняла, что не знаю ни имени старичка этноуров, а ни номер его телефона, и ловит ли в такую метель телефон. Сигнал был очень слабый, но я смогла дозвониться по номеру университета. И тут оказалось, что Донат Ермолович, Иридий Зиновьевич, Станислав Лаврентьевич не верят в новые технологии и не пользуются ими. А есть у него старая военная рация, и даже однажды по ней с ним смогли связаться, хотя, может, это и миф. Но они обязательно перезвонят, если смогут выйти с ним на связь. Сугробы были почти по пояс. Даже не представляю, как я смогла покрыть такое большое расстояние вначале. Каждый шаг давался с трудом, снег бил в лицо, забивался в рукава из-за шиворот, словно кусал мокрыми ледяными зубами. Пальцы затвердели и почти не гнулись. На дорогу до центра ушло не меньше двух часов. Стемнело. Даже метель прекратилась, стали видны звезды. У меня онемело все лицо, оно сболезненно покалывало. Глаза слезились, так что дорога находилась почти на ощупь. В центре я не стала беспорядочно метаться, а просто пошла в единственное здание, в котором горел свет, в нашу больницу. Сперва, из-за тусклого света и тепла, ударившего в лицо, мне показалось, что тут так же пусто, как и на улице. С мороза меня окутало паром, и только спустя несколько секунд я увидела, что в самом конце ряда жестких кресел для пациентов сидит он. Сморщенный, согбенный старичок. В совсем легкой, не по погоде, осенней одежде. Он сидит и жалобно так улыбается, будто извиняюсь, и за этот буран, и за пустую больницу, и за него чудака, из-за которого пришлось бежать несколько километров по морозу. Он улыбается и чуть морщится, а правая нога у него вытянута ровно вперед. И тут я понимаю, что на ноге у него шина, добротно наложенная с эластичным бинтом и обычными бинтами, и крепкими брусками какого-то дерева в качестве основы. И мне все становится понятно. Где-то он упал и сломал ногу. Кто-то притащил его сюда, чтобы ему помощь оказали. Но стационара у нас нет, машины не ездят, сам он нетранспортабелен. Но почему шина, почему не гипс? А он заглядывает в лицо своими печальными стариковскими глазами и разводит руками, словно говорит, видишь, какая я развалена? Со мной все время так. Только не сердись, пожалуйста. Только в этот момент я понимаю, что в больнице пусто и тоже чертузки холодно. Это было не так заметно, когда я зашла с улицы, а сейчас влажный и нездоровый больничный воздух пронизывает меня до костей. Поспешно снимаю с себя куртку и набрасываю на плечи старика. Обхватите меня руками за шею, не наступайте на больную ногу. Я вас буду тащить, а вы просто переступаете одной ногой, хорошо? Старик казался испуганным и смущенным, но послушался. Я ожидала, что весить он будет чуть меньше меня, но когда выпрямилась со стариковскими руками на шее, его легкость меня напугала. Как пиддель старый свалится с воспалением легких и помрет. Стучало у меня в висках, когда мы ковыляли по проторенной мной дорожке через площадь. Сюда я пришла очень медленно, но обратно мы ползли и вовсе черепашьим шагом. Если я вышла около трех, то в больнице оказалось часам к пяти или шести максимум. Значит, обратно мы доберемся к девяти, может, к десяти. Старик тихонько застонал, и мы затормозили. Как вы? Но он снова взглянул на меня своим затравленным взглядом и потянулся вперед. Он не произнес ни слова с момента нашей встречи и только тяжело дышал или тихо поскуливал, но не просил притормозить, а только тянул меня вперед и вперед. Я боялась, что начну уставать, но он словно становился легче с каждым шагом, и последние несколько шагов перед темным домом мне казалось, что я несу одну, только пустую теплую куртку. У меня в руках теплая шерстяная пряжа, и временами я не вижу петель, потому что слезы туманят глаза. Если бы я начала вязать этот шарф раньше, месяц назад, неделю, да хоть за день, а теперь я катастрофически не успеваю. В нетопленном доме холодно, а я примеряю грызок будущего шарфа или чехла на то, чем стал старичок по пути домой. В холодном пластике контейнера среди коры, жалобно поджав корешки и чуть свежих два слабых листика умирает маленькая орхидея. Цветонос высох на морозе, и последний свежившийся цветок падает с него, когда я ставлю ее на стул. Подожди, пожалуйста, подожди, и сейчас я успею. Субтитры создавал DimaTorzok